В этом видео я хочу вам показать, в чем разница между пышным столбиком и столбиком попкорн. Буду вязать вот такой вот цветочек и на его примере покажу эти два столбика. Я вяжу сейчас декоративную подушку в виде вот таких бабушкиных квадратов. В этом видео я вам не покажу, как вязать полный квадрат, но присоединю фотографию, которую я нашла в пинтересте, схему вот этого квадрата. Я использую акриловую пряжу белого и кораллового цвета, крючок 4 миллиметра. И эта пряжа достаточно толстая, тут где-то на 50 грамм 100 метров. Всем большой-большой привет, меня зовут Лилия, вы находитесь на канале от Lilection. Итак, давайте посмотрим цветочек сблизи, он связан из пышного столбика. Столбики такие называются по-разному, они называются и пышные столбики, и попкорн столбики. Сегодня я вас познакомлю именно с этой техникой. Вот это был первый квадрат, который я связала. И из-за того, что тут белый цвет не видно, но первый тут ряд связан по-другому, чем второй. То есть это тоже пышные столбики, но они выглядят более плоскими. И вот как раз-таки я хочу показать вам в этом видео, в чем отличаются вот эти более плоские столбики, хотя они тоже пышные, от вот этих второго ряда столбиков, они более выпуклые. Вот в этом уже цветочке у нас связан и первый пышный ряд, и второй пышный ряд, он связан одним и тем же столбиком. Тут у нас еще один квадрат, и он тоже связан по той же технике. Как я уже сказала ранее, квадрат я вас сегодня учить не буду, но я присоединю его схему. Схему я нашла в Пинтересте. Мне очень понравился этот квадрат, и я планирую из него делать декоративную подушечку. Хочу сделать два вот таких квадрата, небольшую подушечку, можно ее, конечно, делать и крупнее. И два квадратика у меня будет вот таких, и два белых. Вот схему я нашла в Пинтересте. И для начала вязание надо связать скользящее кольцо и в него провязать 8 столбиков без накида. Итак, делаем скользящее кольцо. Я его делаю вот таким образом, очень быстро, никаких двух нитей я не кручу. Эта техника скользящего кольца у меня есть на канале. И скользящее кольцо мы фиксируем соединительным столбиком. Вот так. Далее мы провязываем 8 столбиков без накида. Связали 8 столбиков без накида, пересчитали и затянули колечком. Далее в первый столбик мы провязываем соединительный столбик. Хоть по схеме этого нету, но я считаю, что так будет более правильно соединить это кольцо. Итак, дальше по схеме у нас следующий вот этот пышный ряд. В каждом пышном столбике у нас 5 столбиков с накидом. Итак, давайте посмотрим первый вариант столбика с накидом, который я провязывала. Он более плоский вот тут. Итак, для того, чтобы провязать следующий ряд, мы начинаем со столбика с накидом. Делаем накид. Заходим, заводим крючок в следующий столбик. Вытаскиваем рабочую петельку и провязываем только 2 петли. Далее делаем снова накид. Снова заходим в этот же столбик. И вытаскиваем рабочую петлю. И заново мы проводим рабочую петлю только через 2 петельки. Каждый такой недовязанный столбик у нас составляет по петельке. Это первый, это второй. Нам нужно всего сделать 5. Третий, четвертый, пятый. Вот у нас получается 6 петель. Это петля, которая у нас была, начальная, на крючке. И вот это 5 недовязанных столбиков. Мы берем рабочую ниточку и сразу через эти все петельки мы проводим. Дальше мы делаем соединительный вот такой столбик над самим этим столбиком. И далее мы по схеме должны провязать воздушную петлю. Провязали воздушную петлю дополнительную. И теперь у нас следующий пышный столбик в следующий столбик. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Сначала, если вы никогда не вязали эти пышные столбики, вы будете это делать медленно. Я эти столбики научилась делать давным-давно, так как у меня есть описание овечки, которая полностью связана из таких столбиков. Поэтому я уже налопчилась. Но вначале я, конечно, вязала более медленно. Провязали соединительный столбик и воздушную петлю. И дальше мы провязываем еще один пышный столбик, такой же. Следующий столбик. Четыре и пятый. Провязали. Соединительный столбик, воздушная петля. Это первая техника вязания пышного столбика. Попкорн или шишечек. Как вам больше нравится, какое название больше нравится, выбирайте. Сейчас я вам покажу другой вариант. И давайте посмотрим, разберемся, в чем разница. Находим следующий столбик. Вот он тут. И в него мы тоже будем делать столбики с накидом. Делаем накид, заводим крючок, вытаскиваем и провязываем через две и еще раз через две. Вот тут есть как раз-таки в этом и заключается разница. То есть мы провязываем полностью, заканчиваем столбик с накидом. Вяжем таких пять столбиков в одну петельку. Второй, третий, четвертый и пятый. Провязали пять. Подтянули петельку и отсчитали пять столбиков назад. Раз, два, три, четыре, пять. В пятый вводим крючок. Одеваем петельку, которую мы сняли с крючка и подтягиваем. Подтянули. И протащили эту петельку через вот этот столбик. Протащили. Соединительный столбик и воздушная петля по схеме. Вот в чем различие между этим столбиком попкорн и между вот этим вторым столбиком. Давайте провяжем еще раз. Находим следующее место. Вот оно тут. И провязываем еще раз пять столбиков в один столбик. Один, два, три, четыре, пятый. Вытащили петельку. Отсчитали. Раз, два, три, четыре, пять. Вставили крючок. Одели петельку. Подтянули. Протащили. Соединительный и воздушная петля. И еще один. На полное понимание того, как это вязать. Давайте свяжем еще один раз. Два, три, четыре, пять. Вытащили. Раз, два, три, четыре, пять. Нашли. И завершили столбик. Вот такая разница в том, как эти столбики выглядят. Этот выглядит более округлый. Но он в вязании получается чуть более плоским. А этот более вот с таким вот носиком. Но он в вязании получается более пышным. Вот таким вот пышным цветочком. Если мы вяжем по вот этой вот схеме вязания, присоединю ее вам к видео. Надеюсь, это видео вам было полезно. Желаю вам приятного вязания. И с удовольствием буду читать ваши комментарии. Всем творческих успехов. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.